так ну вот мы пришли с прогулкой домой с вами погуляли так и показываю наши покупки купил я сразу покажу конфеты прошлый раз еще давно ходила покупала несколько штук с халвой мне понравилось покупала магните когда несколько штук купала там за 100 грамм 27 рублей стоило сегодня уже они стоили 21 была скидка 21 рубль то есть 270 и 210 ну разница есть на 60 рублей целых поэтому я взяла побольше здесь почти килограмм вот но я уже открыла уже поела невозможно это очень вкусно мне очень понравилось принципе я люблю халвуд шоколадом именно также купили хлеб мы были перекрестки перекрестки я купила еще панна кота уже не слышала но еще ни разу ее не ела решил от купить попробовать вот она стоила также 60 или 65 рублей то есть у нее цена не поднялась так были мы в семье семье я купила глазурь это для моего кулича в этом году я буду печь кулич тоже купила разрыхлитель тесто как выяснилось только сейчас я почему-то подумала что это дрожжи когда покупала не знаю где я прочла слово дрожжи не знаю короче я купила три штуки хотя у него разрыхлителя полно ну ладно пусть будет я еще увидела 13 грамм думаю блин дрожжи обычно продают как раз 13 ну 10 12 13 грамм я думаю вау какие-то они классные ну возьму думаю три штуки попробую ну короче так вот так же так как я не в семье по мам купила или в семье не помню ну ладно короче скраб купил для лица у меня заканчивается купила тоники чистая линия ну это не потому что карантин я всегда закупаю побольше сразу вот у него была скидка короче до карантина стоил 96 рублей а сейчас он стоит 76 по-моему 70 с чем-то там или 65 или 70 с чем-то ну то есть скидка я поэтому подумал возьму начало 2 хотела взять думаю ладно возьму 3 тут как раз 1 до 23 года может стоять а вот он до 23 года хотела еще найти до 23 нет больше нет уже видать все забрали вот так же купила вкусняшки захотела сникерс баунти твикс вилки вэй на них там тоже где-то скидочки немножко есть надо было побольше наверное взять вот халва на нее будет обзор это еще в детстве мне родители покупали и в какой-то момент она стала плохого очень качества и я перестала ее брать ну перестали родители покупать мне не понравилась она и вот спустя много-много лет уже прошло я хочу ее проверить ну вот она в перекрестке пока стоила еще 60 рублей я подумала надо брать иначе цены сейчас поднимутся очень быстро вот так же вот какао порошок купили это хочу тортик делать вместе с вами на кассе были печеньки тук не знаю короче мне захотелось я помню что очень давно покупала мне понравилось так тут у нас кефир это на блинчики и рузик он стоил 30 рублей вот я помню что я далеко далеко до карантина покупала рузик он тоже стоил 30 рублей но как выяснилось там было 150 грамм а здесь 90 90 грамм но я что-то не заметила особо брала ну что-то вроде меньше вроде бы как думала может пачка просто поуже пошире там не знаю как то так вот так короче мы с вами прогулялись да хлеб то я заметил хлеб у нас кстати украинский новый я покупала в другом магазине такой он был очень вкусный это покупала перекрестки но тут немножко этикетка другая не знаю думаю тоже вкусно у него кстати состав очень хороший мне очень понравился состав ничего больше такого лишнего нету так вот мука ржаная обдирная мука пшеничная хлебопекарная второго сорта вода питьевая соль поваренная пищевая дрожжи хлебопекарные так прессованные и все нет никакой там е добавки там загуститель там я не знаю разрыхлитель там и так далее там чего-то то есть их нету вот короче вот так вот такие вот у нас гречка еще была гречка я купила гречке 6 пачек потому что она нас почему-то очень быстро заканчивается я не знаю почему но она быстро заканчивается буквально откроешь ее несколько раз сваришь и все сын ее ест просто быстро съедает ее очень быстро но он ее прям не знаю она ему понравилась раньше как-то он рис любил а сейчас он гречку полюбил он прямо из ложка за ложкой там ама-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма и все и прямо она ему очень нравится поэтому купила 6 пачек потому что ну потому что заканчивается быстро вот хотя планирую еще купить пока есть пусть будет на нашем городе что только-только карантин еще вирус еще планирует видимо только-только начинает заходить в наш город поэтому пока есть возможность нужно покупать продукты потому что потом не факт что сможешь выйти и цены также поднимутся короче страшно как мы жили с вами раньше хорошо вспоминаешь теперь как мы раньше так хорошо жили все хорошо было тихо спокойно вот ну так же вы посмотрели как мы погуляли на улице конечно никого нет практически местами там есть люди местами вообще пусто даже как-то не по себе становится как-то так 6 камеру на себе переведу как-то так знаете не по себе становится идешь по улице а людей нету идешь там это с мужем идем вдвоем и пусто нет людей так это так дико так страшно и понимаешь то что люди сидят как будто бы в окно и смотрят на тебя и думают вот чё куда они там идут надо дома сидеть вот ну прошлись по улицам зашли в торговый центр потому что в нем находился магнит как раз таки вот я в магните купил гречку там конфетки возошли в торговый центр там все отделы практически закрыты открыты которые как раз питанием связаны и открыто появился магазинчик но не знаю когда он успел туда заехать айфона он кстати вот работает не знаю почему странно но он работает вот там пару магазинов съехала магазины с животными вот работы я думаю блин бедные животные там карантин вроде как везде они еще пока сидят там в клетках не факт ну людей практически нету не факт что их там сейчас купят купят не купят я думаю как вообще другие зоомагазины поживают вот даже не знаю как-то жалко животных особенно крысиков я очень люблю крыс очень они мне нравятся и каждую весну я прям хочу завести вот хочу снова вот как раньше было у нас но каждый раз останавливаешься думаешь наверное рано ребенок маленький еще будет ли у меня время там будет ли у меня просто жалко что вдруг их решат там замораживают как вот мышей замораживают потом продают вот мне жалко очень вот это но также понимаю что и другие животные тоже так могут с ними поступить обидно больно очень так же сейчас думаешь если карантин когда там попадешь в магазин если сейчас покупать крысу это надо клетку еду то есть чашки потому что у меня этого всего нету перед переездом я от этого от всего избавлялась я это просто отдавала даром потому что ну я как раз дима да был маленький я так подумала что у меня больше не будет крысика зачем у меня же есть сын а каждая весна у меня как эпидемия какая-то вот мне надо 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 крысу срочно надо надо прям вот не могу хочу какого-нибудь одного там маленького зверка осчастливить каждый раз вот хочу каждую весну вот да они там живут мало конечно но вот мне прям вот надо вот необходимо надо вот не знаю чем это закончится эту весну уже да я уже не первый год кстати уже страдаю этим не знаю может быть куплю может и нет не знаю все это сложно и короче сложно не знаю пишите свои отзывы пишите что хотите вы ставить то найдешь господи куда поставить заниматься у меня были до этого наверное это другая история мне в комментариях напишите хотите ли вы ролик про крысиков так мне будет понятно что этот мой ролик досмотрели до конца то мне кажется что не все смотрят до конца всем спасибо за просмотр с вами был канал артмания подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии всем пока 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 Продолжение следует...